Говорит Черкесск Рита Нирова о некоторых событиях республики. Здравствуйте. Программа социальной газификации в России станет бессрочной. Система спутникового контроля будет внедрена в общественный транспорт республики. Короче, Черкесия в пятерке популярных направлений для горнолыжников и регион удержал вторую строчку в общероссийском рейтинге акций «Вода России». Далее подробно об этих темах и не только. Республика Мурат Аргунов В центре патриотического воспитания молодежи «Авангард» в республиканской столице открыли центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Готовится также к открытию главной соборной мечети республики. Помимо прочего, отмечено, что дети всех участников специальной военной операции смогут принять участие в акции «Елка желаний» в Карачаево-Чрикесии. В заключении совещания председатель правительства региона поручил подобрать место для питомника для бездомных собак. Минобороны страны организовала доставку почтовых отправлений военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Для этого к воинским частям прикрепили подразделения Фельдегерской почтовой связи Вооруженных сил Российской Федерации. Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва. Об этом сообщил военный комиссар республики Сергей Белобородов. На сегодняшний день мобильная связь в районах специальной военной операции, сами знаете, что работает неустойчиво, но иногда это даже небезопасно для самих военнослужащих. Поэтому Министерство обороны определил порядок доставки почтовых писем, бандероли и посылок. Теперь родственники могут направить письма бандероли весом до 2 кг и посылки до 10 кг. Через отделение Почта России, почтовый индекс. Он у всех будет одинаковый. 103, 400, далее Москва 400 и номер воинской части. Для того, чтобы узнать адрес военнослужащего, родственникам и близким необходимо прибыть в военный комиссариат и подать заявку. Сотрудники военкомата вам выдадут номер воинской части, где проходит служба гражданин республики. Информация эта строго конституциональна, поэтому выдаваться будет не всем, а только близким родственникам. В Региональном министерстве промышленности, энергетики и транспорта обсудили внедрение системы спутникового контроля транспорта государственно автоматизированной информационной системы «Эроглонас» на муниципальном и межмуниципальном общественном транспорте республики. Участники встречи обозначили, что при проведении открытого конкурса на право осуществления регулярных перевозок по муниципальным маршрутам и в Черкесске необходимо включить в конкурсную документацию требования к перевозчикам по обязательной передаче данных в региональную систему «Эроглонас» для отслеживания движения транспорта в режиме реального времени. Такая аппаратура должна будет обеспечивать определение местоположения транспортного средства и передачу информации о его местоположении и скорости в целях реализации контрольно-надзорных полномочий. Уже в следующем году система спутникового контроля будет внедрена в общественный транспорт республики. Программа, по которой бесплатно догазифицируется домовладение граждан, станет бессрочной. Это позволит большему количеству граждан бесплатно провести газ до своих участков. Ранее предполагалось, что эта программа, в рамках которой догазифицируются в том числе и частные дома, завершится 1 января 2023 года. Напомним, социальная газификация – это федеральная программа, в рамках которой отменили плату за подключение от магистральной трубы до границ участка. Суммы разнились по регионам, но в среднем от 30 до 60 тысяч рублей. Стоимость подключения до границ участка фиксированная, рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам и не зависит от реального расстояния от трубы до забора. Однако теперь жители Карачао-Чекеси также могут бессрочно пользоваться данной программой. Кроме того, детским садам, школам, поликлиникам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам, отделениям врачей общей практики и врачебным амбулаториям, расположенным в газифицированных населенных пунктах, больше не придется платить за проведение газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за само подключение зданий к газораспределительным сетям. В Карачао-Чекесе ведется активная реализация национального проекта «Экология». Предварительные итоги работы ведомства в 2022 году подвела первый заместитель министра экологии и природных ресурсов в республике Валентина Лешова. Мы участвуем в трех проектах национального проекта «Экология. Чистая страна», сохранение лесов и сохранение локальных водных объектов. По федеральному проекту «Чистая страна» нам с момента реализации этого проекта удалось рекультивировать три свалки и два объекта промышленных, накопленного ущерба. Надо сказать, что в рамках столетия мы закончили рекультивацию хвостохранилища досрочно. В середине года мы сдали этот объект. У нас была рекультивация хвостохранилища Эльбрусского родника и рекультивация хвостохранилища горно-обогатительного комбината в Уропе. Это очень два больших объекта. 56 гектар в Уропе восстановили земель и 6 гектар – это Эльбрусское хвостохранилище. Кроме этого, мы рекультивировали три свалки в рамках этого проекта. Я должна сказать, что это, в общем-то, очень хорошо сказалось на качество жизни людей. Ведь у нас Таница преградная под действием пыли с хвостохранилища, заболевания возрастали. Естественно, комфортное проживание на этой территории было снижено. Более 217 тысяч жителей республики получили прививку против гриппа в том числе свыше 52 тысяч детей. В процентном соотношении это почти 53%, а всего в наступившем эпидсезоне ОРВИ и гриппа предстоит привить около 60% населения республики для создания коллективного иммунитета, препятствующего активной передаче и распространению гриппозной инфекции. В настоящее время заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Карачао-Черкесе соответствует средним многолетним показателям. По итогам прошлой недели в республике эпидемические пороги заболеваемости не превышены, и тем не менее прирост составил 23%. Положительная динамика прироста отмечена во всех возрастных группах населения, а наибольший темп отмечен среди взрослого населения здесь на 28%. И школьников в возрасте 7-14 лет на 25%. В самом крупном городе республики Черкесске динамика прироста заболеваемости также положительная в целом и среди всех когорт населения. В региональной столице для обеспечения безопасного передвижения по улицам города установлено дополнительное освещение, пешеходное ограждение, заменены несколько светофорных объектов, отремонтированы тротуары. Кроме того, на 28 участках дорог общей протяженностью более 13 километров уложено новое асфальтовое покрытие. Информацию комментирует заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкеска Равиль Тикеев. Каждый год мы стараемся по 13 километров выполнять дорогу. Это условия и программы, и паспорта республики. В текущем году по состоянию на ноябрь месяц все работы уже завершены. Остались мелкие недочеты, которые подрядчик исправляет. В соответствии с муниципальными программами на каждую дорогу есть гарантия 5 лет. В течение 5 лет, если что-то случится с покрытием, подрядная организация обязана устранять. За 10 месяцев этого года на территории республики зарегистрировано 510 преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Из них тяжких и особо тяжких составов 259, связанных с хранением 293, со сбытом наркотических средств 179. Вместе с тем, в суд направлено 3 уголовных дела по факту сбыта наркотического средства N-метиллефедрон несовершеннолетними или с их участием. Фигуранты этих дел – несовершеннолетние жители Ставропольского края, причем одно из указанных преступлений совершено с участием взрослого и одно совершено с участием малолетнего, которому на момент совершения преступления не исполнилось 14 лет. В республиканском наркологическом диспансере на учете состоит 1207 человек, из них 577 – это люди в возрасте от 18 до 39 лет. В четырех муниципальных образованиях Карачао-Черкесии, Россети Северный Кавказ смонтировали почти 7800 интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Новое оборудование, в частности, установлено в ряде населенных пунктов в Абазинском, Прикубанском, Карачао-Черкесии района в Этиберде. Монтаж смарт-счетчиков и внедрение современной цифровой системы передачи и учета данных произведены на собственные средства электросетевой компании в тех муниципальных образованиях республики, где ранее фиксировался высокий уровень потерь энергоресурса в сетях. Работа по оснащению домовладений потребителей умными приборами учета велась с осени 2020 года по ноябрь этого года. Акция «Вода России» справедливо признается одной из крупнейших экологических инициатив Российской Федерации. Уже девятый год она собирает жителей страны для участия в субботниках, объединив людей со всей страны. Традиционно 5 декабря, в День добровольца, официально подводятся итоги сезона акции «Вода России». Более 173 тысяч человек в этом году убрали тысячу километров берегов рек и озер Карачао-Черкесии. В период с февраля по ноябрь текущего года было проведено более 300 мероприятий по очистке от бытового мусора берегов водных объектов. В мероприятиях приняли участие представители Минприроды Карачао-Черкесии и подведомственных учреждений, учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты и преподаватели, сотрудники администрации городских и муниципальных районов, коммерческих организаций, активисты волонтерских организаций и молодежных движений. Основная задача акции – формирование в сознании населения основных принципов бережного отношения к водным объектам как уникальным жизненно важным ресурсам для населения страны в целом. В прошлом году наша республика также заняла вторую строчку в общероссийском рейтинге акций «Вода России» с более чем 140 тысячами участников. В этом году по всей стране прошло около 22 тысяч мероприятий акции «Вода России», в которых поучаствовало более 1 млн 342 тысяч волонтеров. Карачао-Черкесия в пятерке популярных направлений для горнолыжников российский сервис бронирования отелей и квартир «Твил.ру», проанализировав данные бронирования, определил самые любимые горнолыжные курорты россиян. Так Архиз занимает вторую строчку рейтинга «После Красные поляны Краснодарского края», а Домбай – четвертое место. На третьем месте – Ширигеш Кемеровской области. На последних шести строчках находятся Сартовала Карелии, Выборг и Златоуст Ленинградской и Челябинской областей, Лахтинпохе Карелии, Банай Башкирии и Карабицыно Ленинградской области. Жители и гости Карача Чекеси могут посмотреть красоты всей страны, посетив Тиберзинский национальный парк. Там разместилась фотовыставка «Первозданная Россия», которая проходит в информационном визит-центре парка. В экспозицию вошли лучшие фотоработы одноименного фестиваля за последние несколько лет. С их помощью посетители могут совершить путешествия по необятным просторам нашей страны от холодных арктических полей до кавказских вершин. Ну и последняя информация. В Обнинске прошли всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на Кубок губернатора Калужской области. Спортсмен из Карача Чекесии Даниил Агамян завоевал бронзу в личном многоборе и три бронзовые медали в упражнениях на коне, опорном прыжке и на перекладине. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду при порывах до 14 метров. Температура воздуха от минус 3 до плюс 2, а в горах местами до плюс 7. Местами на дорогах гололедица. В республиканской столице без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду при порывах до 14 метров. Столбик термометра поднимется до плюс 2. На этом информационный блок с Ритой Неровой завершен.